Антиангиогенная терапия Антиангиогенная терапия И отсутствует кумулятивная токсичность И именно в этом плане Это нам позволяет Комбинировать антиангиогенную терапию С химиотерапией Приклинические и доклинические исследования Позволили нам констатировать Нормализацию сосудистого древа Был использован препарат DC-101 Это машинное тело ВИДЖИФР-2 И вот со второго по третий день После того, как стали использовать этот препарат Стал уменьшаться диаметр И извинность сосудов А чуть позже, к пятому дню Происходила регрессия опухолевых сосудов Также мы знаем, что ВИДЖИФ является Прогностическим фактором Поскольку пациенты, которые Имеют высокий уровень этого фактора Имеют более низкие показатели Выживаемости В частности, если сравнить Высокий и низкий уровень То дельта будет составлять 9 месяцев Что весьма значительно Первыми шагами В использовании Антиангиогенной терапии При раке легкого Это было добавление Биоцизумаба в химиотерапию И было показано, что Такая опция может увеличить Эффективность лечения Поскольку Как медиана выживаемости Без прогрессирования Так и Медиана общей выживаемости Стала значимо выше И нужно сказать, что При группе аденокарциномы легкого В этой группе Было зафиксировано Более высокие Значимые цифры В частности, медиана общей выживаемости Стало увеличиваться До 14 месяцев И это является Статистически значимым Вариантом И что самое интересное Мы знаем, что не всегда Рутинная практика Позволяет нам Подтвердить те результаты Которые получены В клинических исследованиях Но вот здесь Именно так произошло Рутинная практика Позволила констатировать Эффективность антиангиогенной терапии И полностью подтвердила Результаты полученные В клиническом исследовании У пациентов Которые имеют ИДЖИФР мутации Также есть возможность Использования Антиангиогенных факторов И в частности Теоретическими предпосылками Является не только Блокада ингибиторами Тирозинкинас Каскада ИДЖИФР Который позволяет Уменьшить Пролиферацию клеток И запустить Внутриклеточные пути Гибели клеток Но и Также у нас В данной ситуации Есть возможность Блокировать Фактор роста Эндотелиально-сосудистый Фактор роста Второго типа Путем Использования В частности Например Рамуцирумаба Или другого Моноклонального Антитела И таким образом Повлиять на Антиангиогенез При этом мы знаем Что например Рамуцирумаб Блокируя Фактор роста Второго типа Связывается Со всеми Тремя Факторами ВИДЖФА ВИДЖИФА 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 И таким образом Мы получаем Силергический эффект Влияние На туморогенез И ангиогенез Исследование Третьей фазы АТЛАС Показало Возможность Использования Комбинации Бевоцизумаба И ингибитора Тирозинкина С первого Поколения Ирлатиниба Поскольку Была установлена В подгрупповом Анализе Возможность Увеличения Общей выживаемости И выживаемости Беспрогрессирования У пациентов Которые Имели Мутации В гении ИДЖИФР И мы видим Кривые Которые Показывают Нам Что выживаемость Беспрогрессирования Значимо увеличиваются В частности Медиана Составляет В комбинации 7,2 Месяцев По сравнению С 2,8 На японской Популяции Было проведено Исследование НЕЖ-0,26 И эта комбинация Показала Также Преимущество По выживаемости Беспрогрессирования Это были Также Статистически Значимые Показательные Однако Доложенные На последнем АСКО Медиана Общей выживаемости Не отличалась Значимой Таким образом Повлиять На общую Выживаемость Такой комбинации Не удалось Эти же Данные Аналогичные Данные Были получены И в исследовании ГО-25 567 В котором Мы видим Что комбинация Бевоцизумаба Ирлатиниба Значимо Позволяет Повлиять На выживаемость Беспрогрессирования Медиана Составляет 16 месяцев Но Однако На общую Выживаемость Повлиять Не получается Исследование Рилейра Муцирума В комбинации Срлатинибом Включает Включает Себя Больных 4-й стадии С немелкоклеточным Раком Легкого Которые Имеют Мутации В 19 И 21 Икзоны И находились В хорошем Общем Состоянии В исследовании Не включали Больных Если была Установлена Мутация Т790 Группа Группа Вот мы видим выживаемость без прогрессирования, как кривые, красиво выглядят при одной и при второй мутациях. На данный момент медиана общей выживаемости не достигнута. Окончательный анализ запланирован несколько позже, пока нам представляется возможность увидеть, как выглядит выживаемость без прогрессирования А2. После рандомизации до второго прогрессирования заболевания, но мы ожидаем и данных по общей выживаемости. И вот интересным является часть исследования, которая была связана с поиском новых драйверов. В частности, было исследование TP53. Было показано, что при наличии коммутации TP53 преимущество в отношении выживаемости без прогрессирования отмечалось в обеих группах пациентов. Как при мутации в 19-м экзоне, так и в 21-м. И однако же, если TP53 имел дикий тип, то есть без мутации, соответственно, преимущества были отмечены только при мутации в 21-м экзоне. Что же мы имеем у пациентов, которые получают лечение в первой линии при отсутствии мутации? Здесь мы вспомним исследование EMPOWER-150, которое включало себя в пациентов с неплоскоклеточным, немелкоклеточным раком легкого. Исследование было направлено на выявление эффективности отезолизумабов. Является ли он, его добавление эффективной опцией к группе больных к опции лечения химиотерапия плюс антивейджиев, в частности, бевоцизумаб. Таким образом, было спланировано три рукава. В исследовании мы все видим на слайде. Лечение также имело поддерживающую фазу. В качестве опции были выбраны отезолизумаб или бевоцизумаб или их комбинации. И, соответственно, лечение проводилось до прогрессии или утраты клинического преимущества, ну и также до переносимости. Соответственно, результаты, которые нам позволяют говорить о возможности достоверно улучшить результаты общей выживаемости, здесь представлены группы, которые нас интересуют. Это с антиангиогенной терапией, с комбинацией с химиотерапией и добавление отезолизумаба к этой комбинации. Мы видим, что антигруппа достоверно отличается. И очень важным моментом является то, что нам не нужно определять, нет необходимости определять экспрессию PD-L1 у пациентов, которые планируются на эту терапию. Также в исследовании была показана более высокая эффективность пациентов, которые имеют метастазы в печени. И подгрупповой анализ наблюдения за больными позволило говорить об эффективности опции у пациентов с метастазами в печени. И определенная токсичность при этом также заставляет задуматься в плане выбора пациентов для этой терапии, поскольку серьезные нежелательные явления отмечались практически у 44% пациентов. Это достаточно высокий уровень пациентов, которые имели эти проявления. И причина отмена терапии по нежелательной токсичности у пациентов, имеющих тезолизумаб с бевоцизумабом и химиотерапией, составляет 34%, что также значимо по отношению к другим группам лечения. Что касается пациентов, которые лечатся во второй и последующих линиях терапии при отсутствии мутации. Это очень условный алгоритм пациентов, которые не имеют мутации. Мы понимаем, что мы ориентируемся в определенном плане по фактору PDL для выбора иммунотерапии. И что мы дальше можем предложить пациенту, если пациент получил лечение в первой линии иммунотерапии, есть ли вообще место антиангиогенной терапии у пациентов на следующих линиях лечения. И вот исследование Ultimate, которое представляет собой изучение еженедельного паклитоксила с бевоцизумабом против доцитоксила. Пациентов, которые имели не плоскоклеточный, не мелкоклеточный рак легкого. И вот, соответственно, две группы лечения. Лечение стандарта допрогрессии или непереносимой токсичности. И, соответственно, мы видим, что выживаемость без прогрессирования значимо отличается у пациентов, которые имели возможность получить антиангиогенную терапию в комбинации с еженедельным паклитоксилом. По сравнению с доцитоксилом, главное, что в несколько раз увеличилась частота ответов на лечение. На восьмой неделе фактически в четыре раза превышает этот показатель группу контроля. И, конечно, эти отличия достоверны. Еще одной опцией лечения во второй линии является комбинация нингитониба с доцитоксилом. Это малая молекула, ингибитор тирозин киназ с антиангиогенным эффектом. И, соответственно, доцитоксил 75 мг на метр квадратный. И лечение допрогрессии или непереносимой токсичности. Было получено улучшение общей выживаемости на 2,3 месяца. Отличия достоверны. Мы видим, что и однолетняя, и двухлетняя выживаемость значимо отличаются. И таким образом, при метастатической аденокарциномии – это еще одна из опций лечения. И также в исследовании показано, что независимо от предшествующей терапии, что было использовано ранее, токсаны, пиметриксет или бивоцитоксиломаб – такая опция все равно достаточно эффективна. Исследование РИВЛ, которое нам позволяет посмотреть на комбинацию рамуцитоксилом с доцитоксилом. Во второй линии лечения после рандомизации пациенты были разделены также на две группы. Рамуцитоксиломаб – 10 мг на килограмм с доцитоксилом, 75 мг на метр квадратный каждые три недели. Сравнивалось с монотерапией доцитоксилом и лечением допрогрессирования или неприемлемой токсичности. Это больные, которые имели все гистологические типы на уровне метастатического процесса, спрогрессировавшие на предыдущем лечении. И была предшествующая терапия бивоцитоксиломабом разрешена, если пациент имел общее состояние 0, пайкок 0 или 1. Основным критерием являлась общая выживаемость, ну и также второстепенные критерии. Было показано, что как общая выживаемость, так и выживаемость без прогрессирования достоверно отличались. Соответственно, мы видим цифры медиан, общая выживаемость 10,5 месяцев, что весьма значимо отличает эту группу от группы контроля. Также, как и улучшена выживаемость без прогрессирования. И при различных гистологических потипах, как я сказала, были пациенты и неплоскоклеточным, и плоскоклеточным раком, возможно, для включения в это исследование. И было показано, что при неплоскоклеточном раке возможность улучшения выживаемости и общей выживаемости без прогрессирования. При плоскоклеточном варианте достоверно улучшается только выживаемость без прогрессирования. По токсичности для нас это очень важный фактор, поскольку мы знаем, что пациенты, которые подвергаются антиангиогенной терапии, они требуют особого отбора. И это связано, конечно, с определенными токсическими реакциями, которые отмечаются в ходе лечения. И мы понимаем, что, например, исследование 4599 нам показывает, что эти пациенты имеют не только гематотоксичность, но также и токсичность, характерную для антивиджеф, гипертензии, протеинарии и кровотечения. Аналогичная ситуация была отмечена и в других исследованиях. Клюм-1 показывает возможность лечения пациентов, однако обращает внимание на себя преимущественно желудочно-кишечная токсичность, диарея, повышение ЛТ, АСТ, тошнота. Кроме того, конечно, и гематологическая токсичность, ряд других более редко отмеченных побочных явлений. Ну и характерная токсичность для антиэнгиогенных препаратов, кровотечения, перфорации желудочно-кишечного тракта и тромбоэмболии, гипертензии. Исследования REVEL также позволяют нам отметить более высокие цифры, связанные с гематологической токсичностью. Но мы видим, что от группы контроля здесь токсичность достоверно не отличается. А вот что касается специальной токсичности для антиэнгиогенных препаратов, то также обращают на себя несколько более высокие цифры, связанные с кровотечением и гипертензией, протеиноурией. Подводя итог своим выступлением, позвольте обратить внимание, что мы можем рассматривать антиэнгиогенную терапию на любой линии лечения у пациентов, имеющих немелкоклеточный рак. Первая линия – это, прежде всего, аденокарцинома без мутаций. Мы можем здесь использовать бевоцизумаб с химиотерапией и атезализумабом. У пациентов, которые имеют мутации GFR, возможно, использование рамоцирумаба или бевоцизумаба с эрлатинибом. В последующих линиях при наличии аденокарциномы опции бевоцизумаб, нитониб или рамоцирумаб с токсанами. Плоскоклеточный рак на более поздних линиях – рамоцирумаб с доцитокселом. Ну и те нежелательные явления, о которых мы уже упомянули, также следует помнить об этих осложнениях при выборе терапии и приведении этих пациентов. Наши перспективы в большей части связаны с поиском новых драйверов и предикторов эффективности. В частности, мутация обратила на себя ТП-53. Может быть, еще какие-то новые предикторы со временем будут обсуждаться. Изучение новых комбинаций, имеющихся в арсенале препаратов, и поиск новых агентов, блокирующих опухолево-ангиогенез. Благодарю всех за внимание. Продолжение следует...